Друзья, всем привет! Почему-то наши западные партнеры всегда забывают о том, что наша страна далеко не самая последняя в мире. И кому пытаются сделать хуже, пытаясь на нас оскалить свои маленькие молочные зубы, еще непонятно. Финляндия совершила глупейшую внешнеполитическую ошибку, отказавшись от нейтрального статуса и, по сути, перейдя черту. Наша страна не стала терпеть неоднозначного отношения финнов и предприняла решительные ответные меры на их нападки. Скажем сразу, они их ощутили сполна. Хотя, справедливости ради, это еще только цветочки, ягодки, как говорится, впереди. Финляндия – страна холодная, поэтому они в полной мере ощутили этот решительный шаг нашего государства. Мы попросту отказались от поставок сырья в Финляндию, что привело к резкому и огромному скачку цен на коммунальные услуги и в целом стало ударом для экономики. Думаю, не стоит взрослым и умным людям объяснять, как дефицит энергетического сырья сказывается на ценообразовании услуг и товаров. А вот финские власти об этом не знали. Финны ощутили сильный удар по кошельку. Наша страна очень ловко нащупала еще одну больную точку финнов – их деревообрабатывающая промышленность. Не хотите дружить? Да, пожалуйста, только и древесины вы не получите. Но тут не только мебельные фабрики накрылись медным тазом, а смотрим на первый пункт. Дело в том, что финны изготавливали из нашего сырья древесные топливные брикеты. Эта отрасль потерпела крах. Недаром в Финляндии стали воровать дрова, об этом ранее сообщали финские СМИ. Снизились поставки электроэнергии, наши мощные электростанции избавились от лишней нагрузки, прекратив поставлять соседям электроэнергию. Это стало для финнов не просто сильным, а неожиданным ударом. Им пришлось в срочном порядке искать новые источники. И, справедливости ради, стоит отметить, что нашли, закупают у друзей из ЕС мусор, чтобы его сжигать в электростанциях, отстроенных по новым проектам. Это что за друзья такие, у которых даже откровенный мусор закупать приходится? Раз финны теперь в НАТО, недружественном по отношению к нам блоки, то нам надо быть настороже. Наша страна приняла решение о строительстве объекта на острове Гогланд. Объект выполнит сразу два важных назначения, будет следить за нашей безопасностью у границ и давать Финляндии знать, что никакие действия незамеченными не останутся. Финляндия, принимая резкие решения, видимо, позабыла и о том, что Сайминский канал у Москвы арендован. Выстроили недружественную к нам позицию? В таком случае, получите и распишитесь в разрыве контракта на аренду. Финские компании не могут рассчитывать на эту жизненно важную для страны водную. Еще один удар испытала финская экономика, когда наша страна отказалась от их товаров. Это, кстати, нам только на пользу. Давно пора развивать свое производство, а отказ от иностранных товаров – чем не повод? Развиваем промышленность. Позабыли финны и о том, как ездили к нам по-соседски заправляться и закупаться различными товарами. Забыли, а зря. Наша страна быстро закрыла лавочку для экономных граждан. Пускай ищут у себя варианты лучше. Финские политики поступают крайне неразумно, в этом нет никаких сомнений. Когда пилишь сук, на котором ты уютно сидишь, ты хотя бы убедись, что не свалишься в яму. Сколько бы на Западе нас ни демонизировали, ни рисовали из нас откровенных чудовищ, как выяснилось, только мы тянули руку помощи все это время. Если не безвозмездно, то на самых лучших условиях. Но какой смысл, если эту руку помощи измусолили в попытке ее покусать неокрепшими зубами? Не хотите по-хорошему, мы тоже не хотим. Как итог, Финляндия страдает, ничего не сделали. А друзья на помощь не спешат. Сейчас финны пытаются вести какие-то меры против нас, но это все больше напоминает агонию и истерику от бессилия. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Начать стоит с того, что былые времена торжества щедрости и безвозмездной помощи нашим соседям давным-давно прошли. Стоит отметить, что польские ребята-молодцы научились делать деньги на нас, используя свою смекалку, а также очень выгодное территориальное положение. Долгое время поляки покупали бензин у России по-серому и наживались на этом. Схема была примерно такая. Польские транспортные компании по несколько раз за день приезжали на российские заправки. Использовали для этого автомобили либо автобусы малой вместимости. В общем, где бак побольше. Заправлялись бензином, возвращались к себе, сливали и получали прибыль. Всего за один день они совершали множество круговых рейсов. На границе собирались целые очереди и в одну и в другую сторону. Да, были и частные лица, но с середины этого десятилетия крупные польские компании стали ставить этот метод на промышленные рельсы. Таким образом, польские транспортные фирмы просто заключали договор с водителями на подходящих автомобилях для осуществления доставки топлива из России. Как только топливо прибывало в Польшу, его заливали в цистерны и тут же продавали по польским ценам. Сотни автомобилей перевозили топливо днем и ночью. Математика очень простая. В России стоимость топлива составляет 56 рублей литр. В польском городе Бронево – почти 150 рублей литр. Тысячи автомобилей удавалось ежемесячно приносить логистическим компаниям миллиарды польских злотых. Затем эта схема начала распространяться и ей пользовались несколько компаний из Европы. Наша страна тоже зависела от импорта товаров, поэтому схема работала и как бы всех все устраивало. Что со схемой, сейчас теперь же поляки могут въехать в Россию только один раз по специальной электронной визе. Чтобы ее оформить, нужно заплатить примерно 50 долларов. Эта виза выдается всего на один въезд и выезд. Таким образом, чтобы сделать несколько рейсов, нужно посчитать, насколько это будет выгодно. Объем бака небольшого автомобиля составляет 60-70 литров. Где-то больше, где-то меньше. Тут все зависит от комплектации. Так, с учетом визовых расходов литр бензина в России по этой схеме стоит почти 90 рублей вместо 56 рублей, а прибыль значительно снижается из-за обязанности платить водителям и обслуживать транспортные средства. Другими словами, рентабельность программы снизилась почти вдвое. Теперь обратимся к цифрам. В прошлом году поляки импортировали топливо и нефтепродуктов из всех стран примерно на 37-6 миллиардов долларов. Иными словами, это крайне важный ресурс польского импорта. В то же время общий объем импорта из нашей страны составил около 17 миллиардов долларов США, из которых 25% приходится на бензин и другие нефтепродукты. Кроме этого, почти четверть объема топлива было везено в Польшу по вышеупомянутым схемам. Европа захотела бесплатно летать над российской Арктикой, чем ответила Россия на требования Евросоюза. В Евросоюзе мелькала идея, которая скорее звучала как требование – Россия должна отменить плату за перелет западных самолетов через российскую Арктику, но только тогда, когда ограничения на полеты будут сняты Россией. Однако Россия может снять ограничения только в том случае, если со своей стороны это сделают Европа и США, они первыми закрыли свое небо для российских самолетов. Россия ответила зеркально. Если об открытии воздушного пространства в ближайшем будущем еще хоть как-то может идти речь, то вот об отмене ройалти – платы за пролет через российскую территорию – быть не может. Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть – ройалти за полеты над Сибирью. Об этом заявил Хенрик Хололей, являющийся руководителем гендиректората Евросоюза по транспорту. Еще с 70-х годов прошлого века СССР взимал плату за перелет воздушных судов над своей территорией из Европы в Азию и наоборот – до 2022 года выплаты ройалти шли в основном аэрофлоту. Сейчас многие европейские и японские авиакомпании пострадали из-за закрытия неба над Россией, и их самолеты вынуждены проделывать более серьезный путь. Если взглянем на глобус, маршрут от Японии до Германии лежит как раз большей частью над российской Арктикой и Сибирью – постановка вопроса действительно неверна. Мы, пишем словами европейцев, когда-нибудь откроем для русских свое воздушное пространство, они в ответ будут обязаны открыть для нас свое, да еще и отменить плату за перелеты. Даже обсуждать это в текущих геополитических реалиях невозможно, в Госдуме ответили примерно так же. Россия должна платить за полеты своих самолетов через другие страны, но вот европейцы, пролетая над территорией России, должны делать это бесплатно, а расходы на службу диспетчеров должна нести сама Россия. Что в корне не соответствует интересам нашей страны, об уступках относительно открытия воздушного пространства, конечно, можно говорить, но в будущем уступки должны быть взаимовыгодными. Если у нас будет интерес в решении каких-то других вопросов, то, конечно, можно договариваться на любую тему, лишь бы соблюдались другие наши интересы, только если нам это будет выгодно, ответил депутат Алексей Чепа. Так, если в будущем небо все же откроют, и кое-какие европейские компании вернут маршруты через российскую Арктику, ройалти не стоит отменять, может, стоит его даже увеличить.